Время Икс. На информационном канале Севастополя. В студии Антон Сущих. Здравствуйте. Человек в любой ситуации должен оставаться человеком. Думать не только о себе, но и об окружающих, особенно тех, кому в сто крат хуже, чем ему. Эта мысль не нова. Ее всячески продвигают и пытаются донести до мирового сообщества Организации Объединенных Наций, а также смежные с ней ассоциации. Делают они это через учреждения проведения праздников, имеющих особую специфику. Яркий пример такой акции – Международный день благотворительности, отмечаемый ежегодно 5 сентября. Сегодня мы поговорим о благотворительности и у нас в гостях руководителем благотворительного фонда «Врачи и пациенты» Екатерина Контоускения. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Что для вас значит благотворительность? Для меня благотворительность очень много значит, так как это слово вошло в нашу жизнь с огромным смыслом. В 2016 году у нас пострадал ребенок серьезно, и нам помог фонд, и мы стали верить, что благотворительность есть, чистая. А до этого вы не верили? Нет, нет, как все, наверное, потому что все СМИ пестрит, что там мошенники, там обман, там все это специально придумывают, чтобы там бизнес не платил налоги. Ну, такое стандартное мнение. И когда вот так просто нам, обычной семье, помог фонд, оплатил операцию дорогостоящую сыну на сердце, мы были поражены. Потому что мы были в таком состоянии, все было настолько экстренно и быстро, что мы не то, что не нашли бы эти деньги быстро, да мы, в принципе, не были в такой семье с таким бюджетом. И эта безвозмездная, бескорыстная, такая открытая, прямая помощь нас очень впечатлила. И было немножко стыдно, что до этого мы никогда не участвовали ни в каких проектах благотворительных, ни в чем не участвовали. После того, как все прошло, мы решили, я как мама, наверное, как женщина, все женщины любят заниматься благотворительностью, вот, я решила открыть фонд с определенным направлением, который я выбрал, по причине которого у нас случилась вот беда. И какое это направление? Это достичь качественной диагностики на первом этапе обследования. Это поликлиники, значит, и врачи поликлиник. То есть это первая функция, это организация медицинских конгрессов, конференций, форумов или поезда по обмену опытом врачей поликлиник. А также это самая наша такая замечтательная цель, это покупка диагностического оборудования, приобретение которого нет и на которое не выделено финансирование. Это большая задача, занимающая большой работой, но мы верим, что мы ее реализуем, мы набираемся силы, опыта, привлекаем уже очень много людей, которые готовы нам помогать. Ну и третье, это адресная помощь. Сейчас она у нас в этом году реализовалась очень активно, и чаще всего это когда попадает пациент, у которого нет диагноза. То есть вот плохо, все симптомы, а диагноза нет, и если обследование дорогостоящее не входит в программу ОМС, то есть они не делаются бесплатно, и семья в трудном положении, наш фонд оплачивает анализы дорогостоящие, там, обследование, консультация специалистов, которые только платно, с целью помочь поставить правильный диагноз, найти причину заболевания, и только после этого уже опытный врач берет в руки, как говорится, пациента, и знает, что с ним делать, и помогает 100%. Ваш фонд уже существует два года, а что за это время удалось сделать? Кому помочь? Наш фонд, да, ему два года. В первый год мы очень прям, знаете, когда только начинаешь, больше всего, да, у нас был такой адреналин и вообще такое желание сильное. Я так понимаю, не имея опыта. Вообще, ведь благотворительность нигде не учат. Есть какие-то директора фондов, которые в открытую делятся опытом, а есть, которые не делятся. И вот, допустим, иногда ты звонишь в каком-нибудь другом деле у фонда, говоришь, вы не могли бы нам подсказать, там, мы такой открылись, там, что нам делать? Кто-то отвечает, вы вообще нам конкурент. Мы на одной территории, борьба идет за меценатов. А кто-то говорит, конечно. Ой, на какой вы сложный путь встали, ой, сколько трудностей вас ждет. Вы держитесь, мы заняты, если что, мы вам подскажем, поможем. Ваш путь считает сложным. Я объясню, почему. Я призываю все общество очень ценить и уважать людей, которые занимаются благотворительностью и работают в благотворительности. Это очень тяжелый труд, потому что вы только представьте себе, к вам приходит человек с трагедией в жизни, допустим, онкозаболевание. Или, там, автокатастрофа, там, человек сложный, там, нужна срочная операция, там, или какие-то возможности. Или ситуация в семье, там, с ребенком, там, страшная. И люди, которые в благотворительности, они, если не пропустят эту беду как свою, они не смогут помочь, у них не будет сил, энергии двигаться, чтобы им помочь. И вы представьте себе, иногда приходишь домой, тебе не хочется есть, у тебя в глазах этот человек, слезы мамы, там, родственников, которые говорят, мы готовы, скажите, что хотя бы делать, помогите, направьте, да. И это может продолжаться месяцами, когда ты не имеешь неспокойного сна, ты постоянно переживаешь, да, иногда даже больше, чем родственники, потому что они просто не осознают иногда, знаете, как люди в шоковом состоянии. Вот, или когда только тебе врач может сказать, вы знаете, ему невозможно помочь, и тебе нужно им это сказать, потому что, ну, слишком поздно. Вот это слово «слишком поздно» мы слышим очень часто, и мы бы хотели как фонд решить проблему, чтобы не было вот этой фразы «слишком поздно», что если мы направили на консультацию сканированные документы в институт какой-то онкологии, допустим, то нам пришел ответ, что ой, вы вовремя, все, молодцы, у нас есть время, мы постараемся, у вас большие шансы на жизнь, да. А когда мы направляем документы, нам пишут, ой, а где вы были раньше, а почему вот этого у вас нету, почему вот этого они не делали, почему вот, и вот это почему, почему, почему наталкивает наш фонд на новые-новые шаги в том или ином направлении. Если у нас хороший результат по пациенту, у нас есть опыт, уже у нас своя база хороших врачей, людей с большой буквы, которые вместе с нами, не видя нас даже, включаются в работу над пациентом и помогают его или приглашают его, собирают консилиум, который над документами пациента, и даже мы видео снимаем некоторых симптомов, да, отправляем, и они приглашают на госпитализацию плановую в Москву, в ведущий институт педиатрии, допустим, да, ребенка. Вот наша задача уже тоже помочь мне купить билеты, а туда полететь. И все это бесплатно, чаще всего по ОМС такие услуги, неправильное слово, а такая помощь оказывается бесплатна. Просто очень многие люди об этом не знают, что самую высококвалифицированную помощь в России люди могут получить бесплатно, не ехать в Израиль, в Китай. Я вам больше скажу, люди, которые ездили в Китай, в Израиль, им там говорят, вы зачем к нам приехали? В России самая лучшая медицина, самые крутые врачи, мы у них учимся, вы зачем к нам приехали? Екатерина, вы начали говорить за врачей, за базу врачей, а благотворительная помощь, она невозможна без составляющих, команды. А кто в вашей команде и кто эти врачи, специалисты, которых вы привлекаете? Кто они? Команда у нас очень разная, и я вам назову таких самых, кто с нами день в день. Фонд на данный момент не может нанять людей на зарплату стабильную, выделить себе офис, мы просто не можем это позволить себе. Но очень сформировалась уже такая длительная у нас работа с одной командой, которые бесплатно, безвозмездно выделяют все ресурсы, времени, средства или свои работы для нашего фонда. Это Елизавета Дорожинская, она программист, девочка очень талантливая, она всегда рядом с нами. Я могу позвонить ей даже ночью и сказать, что вот там не прошла какая-то на консультацию бумажка, надо срочно переделать, что-то написать. Она все выполняет по зову сердца. Никита Белик, кстати, Елизавета, молодой человек, он настолько в нашем проекте активно работает, что сейчас у нас, я расскажу позже, есть инструмент сбора средств. Он стал работать с предпринимателями в городе, чтобы они активно участвовали, включались в наш проект. И они выделяют товарное пожертвование, от которого мы собираем средства на все свои программы, на какие-то административные расходы, на какие-то там транспортные. То есть это те люди, которые с нами два года и уже такие, знаете, преданные друзья уже. У нас появился маркетолог Александр, молодой человек в Севастополе, очень отзывчивый. То есть я также могу позвонить и сказать, Александр, вот задача такая-то, такая-то, такая-то. Поможешь? Вообще не вопрос, то есть он решает. Но мы нуждаемся в специалистах. Я так скажу, что нам регулярно не хватает, то есть благотворительность, это, считаете, по затратам, по шагам, то же самое, что бизнес. Но нам нужна реклама. Нам в каком плане реклама? Нам нужно продвижение в интернете. Каждый шаг в деньги. Нам нужно содержание сайта, его модернизация, обновление, любой модуль туда вставляется, все это платно. Значит, и нам нужны специалисты, такие как дизайнеры. Вот знаете, там, разработать программу, оформить ее, презентацию спонсору, это работа. И лучше, чтобы ее сделать специалист, и чем она ярче и профессионально сделана, тем нас лучше воспринимают. Но эта помощь всегда платная. Я, к сожалению, мы еще не нашли такого друга фонда, который бы нам в этом помог. Ведь мы нуждаемся в этом один-два раза в месяц, да, и взять сотрудника на зарплату нецелесообразно в принципе, да, потому что лучше мы эти деньги окажем еще одну помощь, у которых по срокам все сложно. Екатерина, а как в Севастополе обстоят дела с благотворительностью? Насколько люди отзывчивы? Вы знаете, когда я... У нас в фонде есть уникальный инструмент сбора средств. Это благотворительный магазин «Добрый покупатель». В чем смысл? Мы ежедневно привлекаем сотни людей участвовать в благотворительности простым методом. 200 рублей, 100 нет лишних в кармане у каждого второго, реально нет. Но хорошая ненужная вещь есть у каждого. Это может быть книга, это может быть телефон, это может быть куртка, хорошие итальянские ботинки уже не в моде, там, не знаю, там, значит, посуды, набор, который уже две чашки там не хватает. Это может быть все, что угодно. Очень много гостиниц приносят нам вещи, которые забыли отдыхающие. Они достаточно хорошо выглядят, и они недешевые. В общем, это такая, знаете, работа стала целым миром ненужных вещей, мир ненужных вещей. И все по 100 и по 200. Да, и вы представляете себе, так как это поступило к нам безвозмездно, мы продаем это чисто символически, что если бы на сайте кто-то нажал кнопочку пожертвовать 100 рублей, а к нам поступило, допустим, платье, красивое, очень, вот как на выпускной, да, оно стоимость его там 5-7 тысяч, у нас оно 200 рублей. Значит, человек, который его принес, получился в благотворительности? Конечно, он принес, мы рассказали, что это платье будет реализовано за 200 рублей, мы соберем на свою программу 200 рублей, мы вам очень благодарны, очень. Мы будем рады, что вы будете нашим постоянным донором ненужной одежды. А почему 100-200? Эти деньги идут на благотворительность, почему они ставят там тысячу, полторы тысячи? Я расскажу, я расскажу, у нас, когда мы открывались, первая мечта была, и цель такая, надо купить рентген-аппараты, срочно. Посчитали, они там стоят 12,5 миллионов, ужас, какое дорогое, да, цена сумасшедшая. И как бы все так, Катя, ты никогда не соберешь на этот рентген-аппарат, никто тебе такие деньги не даст. И я такая, сижу вечером, и такая, в интернете, сколько населения в Севастополе там? 500 с чем-то тысяч. Я беру 12,5 миллионов, делю на 500 с чем-то тысяч, получается 200 рублей на человека. И я такая, так, надо запустить там в интернете там такой флешмоб. Так, рентген-аппарат, все по 200 рублей, 500 человек, и вот люди будут видеть, там уже 200 человек, 300 человек, и будут присоединяться. И так мы соберем, например, рентген-аппарат. И это не сработало. Меня просто никто не поддержал, чтобы это все, это шнурная команда, это все запускать и, да, курировать. А когда пришла вот эта модель социального предпринимательства, ведь это и есть. Представьте себе, ведь вещь за 200 рублей хорошую купит больше людей, чем за тысячу, понимаете? Человек, который принес одежду, получает в обогтурительности. Человек, который купил, мы тоже ему говорим большое спасибо, потому что вы помогли нам собрать вместо вещи средства, в которой мы так нуждаемся. И получается, человек принес поучаствовал в благотворительности, который купил поучаствовал в благотворительности. И сколько людей участвуют ежемесячно. И сколько уже удалось собрать аппарат? Мы собрали, аппарат мы не собираем. Я сейчас объясню, почему. Значит, мы пыхтели, пыхтели, работали. Каждый проект имеет период, как это, не раскрутки, это же не бизнес, да, а период выживания, да, чтобы тебя узнали, там, реклама, листовки, мы все это делали. И вот мы начали уже получать больше, чем у нас затраты, там, аренда, зарплата, да. И вот мы стали получать. Плюс мы в 16-м, первый же год, как мы открылись, мы уже повезли врачей в Москву на конгресс. Это были затраты, там, вот в Минюсте мы отчитались за 80 тысяч, да. А то, что мы не брали чеки, там где-то такая же сумма. То есть это тот затрат, который мы просто, знаете, из-за неопытности. Опять же говорю, мы же не знаем, как еще нужно в это делать шаги. Ты их сделал, потом узнал, как надо было, да. Вот. Потом второй год мы уже поняли, что везти всех врачей в Москву, это очень затратная программа. Лучше привезти профессоров в Севастополь, чтобы все врачи, желающие, могли прийти, получить обмен опыта, обмениться контактами, да, познакомиться все-таки профессора. Так, к чему в итоге пришли? К сожалению, время передачи подходит к концу. Мы пришли к тому, что, да, в следующий год мы реализовали программу, да, тоже затратная часть у нас была около 100 тысяч, вот, подготовительные работы, вот. Ну, и мы провели первую конференцию в Севастополе. Я вам скажу, что я горжусь, что эта конференция прошла в затратах до 100 тысяч, потому что... То есть итог стала эта конференция в Севастополе? Да, потому что любая конференция-организация полтора миллиона, если это принимаешь в фирму, да, представь себе, а фонд ее сделал за, там, до 100 тысяч затраты были. К сожалению, время передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. Сегодня мы беседовали с руководителем благотворительного фонда врачей и пациенты Екатериной Контовскине. А мы с вами увидимся в программе «Время Х» на информационном канале Севастополя. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!